Сельсовет Николаевки в Днепропетровской области уличили в коррупции. Общественники уверяют, местные чиновники проводят непрозрачные закупки за бюджетные деньги. Например, приобрели уличные светильники за 200 тысяч гривен. По словам активистов, две трети этих денег осели в нужных карманах. Подробности от наших корреспондентов. В апреле чиновники сельсовета отчитались, заключили договор на закупку 25 уличных светильников. Фонари не простые, а светодиодные. Плюс сопутствующие оборудования. Выложили почти 200 тысяч гривен. Каждый светильник обошелся в 8 тысяч гривен. Общественники таким расценком удивились. Дескать, подобные фонари продают не более чем за тысячу гривен. Это запросто может быть банальная отмывка денег. Если смотреть по цене, то тут можно, наверное, и светильник, и столб поставить сразу. Но, я не знаю, по-моему, там есть достаточно столбов в этом селе. И есть куда устанавливать светильники. Возможно, речь идет об опоре, которую на столб еще ставят. Но, опять же, опора, ну не может она стоить дороже, чем достаточно технологичная такая вещь, как светодиодный светильник. Какое сопутствующее оборудование купили чиновники, неизвестно. Председателя сельсовета на месте нет, он в отпуске до конца месяца. А бухгалтер что-либо комментировать категорически отказалась. Я не обязана никого ничего расставить. Вы отказываетесь, давать комментарии? Конечно. Село Николаевка небольшое, здесь живет чуть больше тысячи человек. На всех улицах фонари есть, и они работают. Зачем их менять? Да еще за такие деньги. Местные жители не поймут. Говорят, проблем в селе и так хватает. 20 тысяч гривен можно было бы потратить на ремонт дорог или на новый детский сад. Коробку для него построили еще 20 лет назад. А вот довести строительство до ума никак не могут или не хотят. Если бы на детский сад, мы его так ждем, это детский сад, то, конечно. Есть дети, которые пришли в садик, но его нет. Разворовали чиновники более сотни тысяч гривен или действительно провели закупку закона. Должны разобраться правоохранители. Активисты уже готовят к ним обращения. Елена Медалюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер, Днепропетровская область. Елена Медаляк, Евгений Конецов.